Это только начало. Классикам из другого металла. Кроме того, к ней, к спине, прилагается глагол, производный от фамилии человека, с которым, говорят, у обладателя спины вышло вроде драки или ссоры. У обладателя спины вышло вроде драки или ссоры. Запутанная ситуация. Угу. Но вы разберетесь. И найдете магнитик с тыльной стороны. Картина Кравченко из Самарского музея с розовым домиком. Тебе и пишут уже. Ага, новое задание. Из огня да в полымя. Да, это так. Слушайте, а напишите... Меня так заинтриговало сообщение про друга помета. Да, при всей вашей нелюбви к Соловьеву и, ну, и не то чтобы большой симпатии моей, но напишите, пожалуйста, по делу. Вот Петр Барановский, вы пишете, близкий родственник Сатановского, Евгения, видимо. А от чего, в чем там история-то? Я бы поузнавал что-нибудь на эту тему. Интересно все-таки. Две новости из моего родного Екатеринбурга, в котором мы с удовольствием вещаем уже сколько? Или года четыре, наверное. Я уже даже считать. Долго Селебный дождь вещает в Екатеринбурге. Я всегда мечтал, чтобы он там появился. Но вот надо было уехать и начать работать на московском Селебном дожде, чтобы в Екатеринбурге тоже вещать вот таким запутанным образом. Значит, две небольшие новости. Во-первых, когда я туда ездил пару недель назад, я лично своими глазами наконец-то увидел табличку, которая будет висеть на Екатеринбургском вокзале, начиная с января 2021 года. Она там появится 15, скорее всего, января, в день 130-летия Осипа Мандельштама. И эта мемориальная доска будет навсегда свидетельствовать в память об одном дне, который Осип и Надежда Мандельштама провели на скамеечке, сидя перед центральным входом по пути в ссылку в Чердень. Этот момент описан у Надежды Яковлевны в воспоминаниях. И Екатеринбург станет еще одним городом, который чтит память выдающегося поэта, на мой взгляд, выдающейся мемориальной доской, которую сделал скульптор Николай Придейн. Отдельное для меня счастье, что это не только талантливый скульптор и действительно доска получилась и мандельштамовская, и необычная, и точно на художественном небосклоне екатеринбургского паблик-арта, простите за это слово, она, конечно, будет сильно выдаваться вперед. Но меня еще радует, что скульптор-то уральский. Уральский национализм. Да, если я начну вообще на эту тему, то меня погонят отсюда. Это прекрасно. Не буду. Вторая новость такая. В Ельцин-центре, о котором, в общем, я нередко здесь рассказываю, и о новостях, из которого я иногда делюсь с вами. Дорогие слушатели, сменился директор музея Бориса Ельцина. Теперь это будет Олег Лутохин. Наверное, это один из самых молодых директоров музеев в нашей стране. И наверняка будет что-то новое и необычное. Как мы знаем, музей Ельцина — это составная часть Ельцин-центра, но, может быть, это его все-таки краеугольный камень, то есть музей первого президента России, вокруг которого появилась вот эта удивительная, особенно удивительная для конца десятых годов России 21 века институция. Ну, музей этот, конечно, выдающийся. Сделан он огромной командой, интернациональной, и рассказывает, безусловно, не только о Борисе Ельцине, но и обо всех нас, и об этих девяти удивительных годах 90-х годов, когда казалось, что Россия свернет с прежней Клии. Ну, в общем, масса размышлений. Я думаю, что Олег Лутохин должен будет как-то что-то, какое-то еще новое дыхание туда внести, и, может быть, еще больше удастся рассказать, и еще больше людей там окажется, чему я лично буду бесконечно рад. Ну вот, это что касается таких небольших новостей. О чем бы мне хотелось с вами побеседовать, дорогие мои, сегодня? Сегодня я начал тут работать над одной телевизионной темой, и стало ясно, что у меня такое количество материала по ней скопилось, что он из меня распирает меня изнутри, и я не могу с вами не побеседовать, тем более, что вы часто очень рассказываете истории, собственно, из жизни, которые, в общем, как-то меняют мое представление о том, о чем рассказываю я, и я с удовольствием такие истории ваши выслушаю. История, тема эта формулируется как стиляги. Да, я задумал тут сделать небольшой один фильм про стиляк, и тема эта вроде бы заезженная. Как мы знаем, в 2008 году вышел фильм Валерия Тодоровского, одноименный, после которого и начались многочисленные корпоративы в костюмах стиляк, и много очень всяких телепрограмм, статей в глянцевых журналах и так далее. К сожалению, большой ясности в этот феномен они не вносят. Не очень много научных исследований на эту тему, кое-какие удалось обнаружить, но в целом не очень много научных исследований на эту тему. Многие журналистские материалы изобилуют, как это, ну, в общем, гиперссылками на одни и те же легенды, которые даже не всегда, будучи правдивыми, просто повторяются и заставляют себе место в истории путем повторения о том, что они на это место в истории претендуют. В общем, очень много всего, и мне хотелось бы начать рассказывать эту историю, и, походу, я, конечно, хотел бы спросить вас, дорогие слушатели, случалось ли вам, может быть, может, вы были с телягой в юности, может быть, ваши родители, бабушки или дедушки, или прабабушки или прадедушки были с телягами, может быть, кто-то вам что-то рассказывал, а может, вы знаете какие-то свои городские легенды о том, как у вас тоже был Бродвей, и как у вас тоже люди что-то придумывали, чтобы выглядеть не как все, и как они фланировали по, видимо, Бродвей или вообще по всему городу, и с какими они трудностями сталкивались, потому что, конечно, быть с телягой в 50-е годы в СССР был не самым легким крестом. Вот, пожалуйста, напишите нам на плюс 7903-797-6333, если у вас такие истории есть. Все истории о стелягах и все истории о стелягах в вашем городе. А я начну пока свой нехитрый рассказ, мы, я думаю, что по ходу пьесы будем просто с вами все это тоже обсуждать, беседовать и вместе вспоминать. Прервемся в начале следующего часа, в середине следующего часа, на нашу теперь уже постоянную рубрику «Первый звонок» и позвоним автору, наверное, главного нашего подкаста о сексе, автору подкаста «Истории русского секса» Кате Крангаус, и поговорим с ней буквально 3-4 минуты о том, как этот подкаст делался. Дело в том, что не так давно начал выходить новый сезон, мне ужасно захотелось, во-первых, побеседовать с Катей, а во-вторых, сделать это публично, чтобы вам тоже было интересно. Так вот, вернемся к нашей сексуальной революции, так называемой, и к советским стелягам, которые, конечно, никакого отношения к сексуальной революции не имеют, и более того, все это движение началось еще до того, как она случилась на Западе, то есть до конца 50-х, до середины 60-х годов задолго. Кажется, что иногда на этом происходит такая аберрация памяти, и кажется, что стеляги — это отечественное явление, связанное вот с эпохой рок-н-ролла, с битлами, с 60-ми, вообще с новым всем, 68-м, может, даже годом, со знаменитым, с парижским и американским 68-м годом. Но нет, все это началось гораздо раньше, а по некоторым утверждениям и закончилось тоже раньше, чем вся эта история началась, и вдвойне интересно мне вот будет с вами поболтать о том, действительно ли это так, потому что настолько мы плохо знаем собственную историю, даже не в смысле того, что там спросим у детей, кто такой Ленин, и они как бы думают, что это царь такой, а просто вот самую даже недавнюю историю, которая связана действительно с поколением наших бабушек и дедушек, родителей, мы как-то не очень хорошо знаем. Но ничего, мы во всем разберемся. Итак, все началось в публичном поле, стеляги появились. Весной 1949 года появился филитон в журнале «Крокодил», который назывался «Стеляги». Неожиданный нейминг Дмитрия Беляева, главного редактора журнала «Крокодил», который был также филитонистом. Довольно мерзкое чтение, доложу я вам, но вот про самого Дмитрия Беляева, который его написал по главному редактору «Крокодила», пишут разные вещи. Он, знаете, он был в самые чудовищные годы главредом «Крокодила» с 1948, вот с начала всех самых омерзительных кампаний против безродных космополитов, против евреев, против, ну, не в «Крокодиле», конечно, но общественная кампания против Ахматова и Зощенко, против оперы «Большая дружба». В общем, именно в 1948 год, наверное, худше в послевоенной истории, гайки начали закручивать вообще везде, по всем фронтам. Конечно, когда человек становится главредом «Крокодила» в 1948 году, он не может избежать всей этой жуткой обеззаловки. Тем не менее, про Дмитрия Беляева вспоминает, что вот он во многом был человеком, если можно так сказать, про главреда сатирического журнала в Сталинском СССР, смелым, и часто берущим на себя смелость за публикацию материалов, в отношении которых другие бы люди, так скажем, были бы более осторожны. Ну вот, критик, затирик Ананин вспоминает, что Беляев как-то выслушивал мнение членов редколлегии «Крокодила», высказывавшихся против публикации в «Крокодиле» какого-то там опасного материала, и говорил, материал будет опубликован в ближайшем номере, всю ответственность за публикацию я беру лично на себя. Он умер молодым, и пост редактора занял Сергей Швецов, гораздо более осторожный и даже боязливый редактор. Ну, знаете, может, оно и так, но филитон еще тот, конечно, с теляги. И повторюсь, что мы сравниваем все-таки в довольно специфических условиях личностные качества людей. Все-таки это был начало 50-х годов, конец 40-х. Самое такое время. Представляете, значит, Сталин стареет сильно, и резко, и быстро, и становится все более брюзгливым, все более костным, все более консервативным. Возвращается там все, и погоны для офицеров, и школьная форма, и обучение в школах становится раздельным, мальчики отдельно, девочки отдельно. Все, в общем, все коснеет сильно. И удивительным образом вот в советском обществе, особенно среди молодежи, начинают прорастать вот такие ростки. Еще перед тем, как я процитирую все-таки этот филитон, надо обратить внимание на то, что война, это была страшнейшая, помимо прочего, страшнейшая демографическая катастрофа. Просто катастрофа. Вот 53-й год, год смерти Сталина. 30% страны, это дети до 15 лет, еще 30% это молодые люди от 15 до 29 лет, включительно. А все остальные, а вот 40% оставшиеся, это все остальные, то есть все старше 30 лет. Представляете? То есть вот буквально 60% это очень-очень-очень молодые люди до 30-ника. И вот такой перекос, очень просто много молодежи. И молодежи, как вот, понимаете, человеческая природа-то, она сильнее. Вот как ей не указывают, что там вестись надо хорошо, там то, пятое, десятое, все равно молодые люди будут молодыми людьми. И вот этот филитон с Теляги. Он начинается, «Прошлым летом мы со знакомым агрономом брели прожаному полю». И вот, значит, этот Беляев описывает, как он увидел, один резко выделяющийся из массы ржи колосок, который был выше остальных, покачивался, и говорит агроном, смотрите, какой мощный, красивый колос. Наверное, это какой-то особый сорт, и агроном говорит, нет, в этом колосе совсем нет зерен, это колос-тунеядец. Он вот только вот так вот выделяется среди всех, но в народе называют пустоколоска. И такие цветы, цветы тоже есть в природе, выродки. И вот они часто очень красивые, но бессодержательные, не плодоносят и называются пустоцветом. Вот так и этот колос. Уинг-уинг, такое подмигивание, значит, агрономическое. И автор, левический герой этого, Дмитрий Беляев, говорит, колос-теляга. Агроном, говорит, почесав шапку, чего-ось? И тут, значит, начинается история. Этот Беляев рассказывает, как он оказался на каком-то студенческом вечере, где пришел такой молодой человек, он был одет не как все, во что-то яркое. И я говорю, он такой вот пустоголовый, вот вообще не знает ни кто такой Иван Сусанин, ни кто такой Михаил Лермонтов. Вот вообще ничего не знает, знать не хочет. Хочет только тыц-тыц-тыц, ля-ля-ля, барышни и танцы. Удивительно вообще. Как человеку в 20 лет такое в голову приходит? Танцы и барышни. Я глубоко сочувствую ему. И этот автор говорит, кто это такой? Это стиляга. Что за фамилия такая? Это не фамилия. Ему отвечают. Стилягами называют себя подобные типы на своем птичьем языке. Они, видите ли, выработали свой особый стиль в одежде, в разговорах, в манерах. И главное в их стиле не походить на обыкновенных людей. Ну и дальше, значит, снова, что про фокстрот, про румбу, про всякие там танцы, которые они танцуют, это все никому не нравится. Заканчивается монолог так. Теперь вы знаете, что такое стиляга, спросил сосед-студент. Как видите, тип довольно редкостный, а в данном случае единственный на весь зал. Однако находятся такие девушки и парни, которые завидуют стилягам и мумочкам. Завидовать этой мерзости воскликнула с негодованием одна из девушек. Мне лично плюнуть хочется. Последняя фраза и титры. Мне тоже захотелось плюнуть, и я пошел в курительную комнату. Пишет нам Дмитрий Беляев, главный редактор журнал «Крокодил». Это 49-й год. Махровое еще сталинское время. А дальше разворачивается эта удивительная история о стилягах, которая легла в основу многих городских мифов и легенд. Я непременно вам ее поведаю после того, как мы вернемся после небольшой паузы и поговорим уже предметно о том, кто это такие были стиляги. Это только начало. Это только начало. Меня зовут Владимир Аевский, и вот со слов Владимир Аевский начинается сообщение Владимира из Пушкина. Владимир Аевский погоны офицером ввели в 43-м году. Да, простите, пожалуйста, Владимир, за анахронизм. Я не имел в виду, что их ввели в 48-м. Я имел в виду, что после войны сложилась такая ситуация, что во многом все стало, наоборот, консервироваться и возвращаться к старым порядкам. Погоны, я не имел в виду, что они появились тогда же, когда раздельное обучение для мальчиков и девочек. Последовательные события. Но тогда же это все уже было, это все в общем ряду тогда воспринималось. И все, что я хотел сказать, я не лезу в историю армии, потому что действительно я ее плохо знаю. А Андрей Искемеров, а я напомню, что Володя рассказывает о, так сказать, бытии жизни советских стеляк. Андрей Искемеров задает вопрос тебе, Володь. Как, по-вашему, должно относиться государство после войны к пропагандистам западной культуры? Думаю, что должно относиться положительно и всячески приветствовать пропаганду западной культуры, как и пропаганду восточной культуры, как и пропаганду любой культуры, потому что а чем еще должно государство заниматься? Только способствовать благосостоянию человека, его развитию, в том числе и духовному, в том числе через постижение мировой культуры, тоску, по которой мы испытывали и испытываем всегда. Так что не вижу никаких духовных противоречений, ну вот, как раз война, куча, значит, всякой трофейной одежды поступает в Советский Союз, очень разные вещи из Европы оказываются, очень не похожие на так называемые софт-паршив, так это называли презрительно, софт-паршив это то, что сшило в Советском Союзе, то есть все, а софт-паршив это было то, что плохо сшило в Советском Союзе, то есть тоже практически все. И также ввиду того, что мы с американцами были союзниками по антигитлеровской коалиции, поступают разные американские фильмы, и это реально сложно поверить, но «Середината Солнечной долины» идет просто в кинотеатрах в конце войны и сразу после победы реально идет просто в кино. И другие американские фильмы тоже идут, а там же, ну, например, «Середината Солнечной долины», вообще один из моих любимых фильмов, там оркестр Глена Миллера во всей красе, и сам Глен Миллер, и джазовая музыка, и, в общем, все, что довольно сложно представить в аутоиммунном, так скажем, виде здесь, все это постигается молодежью через экран, и, конечно, молодежь больших городов, которая, а, образованная, б, имеет доступ к большему выбору разной одежды и к большим возможностям, в, обладает большими финансовыми ресурсами, и, а, б, г, значит, больше ориентирован на запад, потому что просто хочет всего нового и не хочет жить по принципам костной морали, начинает интересоваться активно этим, поскольку действительно существует такая общая общественная уравниловка, то многие люди хотят из этой уравнилки выделяться, и тут, как всегда, в России все происходит через край, все чрезмерно, все с большим, с большим, с большим, слова неправильные, слово «оплом» сюда не подходит, все гипертрофировано, поэтому появляются широченные яркие пиджаки, галстуки с разными узорами, с всякими обезьянами, пальмами и всем прочим, очень яркие штаны, которые очень часто сильно контрастировали с пиджаками и никак не похожи на серые костюмчики, которые предполагалось, что должны носить молодые люди, и огромные ботинки на гигантской подошве из каучука, называемой манной кашей, все это надо где-то надыбать, но либо ты находишь каких-то редких иностранцев, и выторговываешь у них, это очень опасно, не очень дешево, и вообще как повезет, и вообще таких городов, куда иностранцы залетают, не так много, это Москва и Ленинград, либо ты это где-то находишь в комиссионке, опять же какие-то трофейные товары, либо ты это шьешь сам, в частности, Алексей Козлов, выдающийся русский саксофонист, и сам в прошлом стиляга, вспоминал, что у него был портной, который, старый одесский еврей, который жил в Мариной роще, помнил еще времена НЭПа, и знал, как шить такую классную модную одежду еще с 20-х годов, очень боялся налета от дела по борьбе с хищением социалистической собственности, поэтому к нему стучать надо было вот так. Три раза, и потом еще два раза. Он тогда открывал, спрашивал, молодой человек, вам опять нужны ваши стеллажные бруки? И, в общем, Алексей Козлов ему действительно заказывал супер узкие брюки, в которые можно было с мылом влезть, и где-то еще дыбал себе большие ботинки на вот этой манной каше, на огромной каучуковой подошве. И таких, как Алексей Козлов, было, конечно же, немного, это всегда какая-то очень-очень тоненькая прослойка, но такая яркая, что запомнилась нам по сей день. Этих людей чаще всего были, ну, сотни, наверное, в больших городах, десятки в небольших городах, но они действительно выделялись очень ярко и так бесили всех, что вот с 49-го года, особенно после смерти Сталина, и мы сейчас поговорим, почему именно после смерти Сталина, на них началась атака. О противостоянии советских властей, комсомольцев и стеляк мы поговорим после новостей. А сейчас, Дарья, напомните сладкие слова эти нашим слушателям. Напоминаю, что плюс 7903-797-6333, смс-портал, ватсап и вайбер. Друзья, мы ждем ваши комментарии. Не забывайте о возможности смотреть на то, что происходит в студии на нашем канале в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok